К нам в студию пришел эксперт в области криптовалюты. В продолжение темы мы предлагаем поговорить с вице-президентом Ассоциации блокчейн и цифрового майнинга Сергеем Путро. Доброе утро, спасибо, что сумели прийти к нам сегодня утром. И вот такой вопрос. Сейчас в Казахстане возбуждается много уголовных дел в отношении людей, которые осуществляют незаконный оборот цифровых активов. И многие из них просто не понимают, что они занимаются незаконной деятельностью. Как вы считаете, может быть, пора уже проводить так называемые ликбезы и повышать образованность населения? И самое главное, каким образом это нужно делать? Так, чтобы было эффективно, конечно же. Спасибо за вопрос. Да, если по имеющимся данным более миллиона граждан Республики Казахстан тем или иным образом вовлечены в деятельность по обороту цифровых активов. И это при том, что у нас в законе прописан прямой запрет на данную деятельность. Цифра немного пугающая. И эту цифру и вообще ситуацию мы видим не только со стороны экспертного общества, но и государственные органы, в свою очередь, тоже видят эту проблему. И я, насколько в курсе, уже соответствующие поручения даны. И я думаю, что даже мы в ближайшее время увидим официальную информационную кампанию со стороны полномоченного органа, со стороны, может быть, агентства финансового мониторинга, которые дадут разъяснение норм закона именно с точки зрения регулятора. И такая информационная кампания, наверное, должна быть. Помимо этого, да, еще есть такая проблематика, когда у нас есть учителя, которые учат тому, как необходимо осуществлять оборот. И эти учителя сами не понимают норм закона и вводят в заблуждение граждан РК, да, и которые, пройдя обучение, начинают вести деятельность, а потом попадают в зону интересов надзорных органов и силовых органов. Ну вот вы озвучили, что есть учителя, которые учат, как это делать, как обходить пути. А вот как правильно толковать законодательство, чтобы вопросов от правоохранительных как раз-таки органов к человеку не было? Где вот та черта, за которую не стоит переходить тем, кто занимается этим, чтобы не попасть под уголовное преследование? Да, но тут я бы хотел затронуть два принципиальных момента, которые, с моей точки зрения, являются наиболее важными. Первое, это многие думают, что если они торгуют USDT, так называемыми стейблкоинами, да, то они не нарушают законодательство, потому что это обеспеченный цифровой актив. С точки зрения права это не так. У нас в Казахстане нет ни одного признанного обеспеченного цифрового актива, потому что техническое понятие какое-то об обеспеченном цифровом активе может не совпадать с правовым регулированием данного вопроса. У нас в Казахстане обеспеченный актив вообще задумывался как новый современный высокотехнологичный инструмент по быстрому привлечению инвестиций казахстанскими предпринимателями на территории РК. Он задумывался еще в 2020 году, был законодательно закреплен и не выстрелил. У нас в Казахстане так и не было выпущено ни одного обеспеченного цифрового актива согласно всех правил. Поэтому в Казахстане можно смело сказать, что обеспеченных цифровых активов нет. Если вы любыми цифровыми активами торгуете, вы попадаете под ограничения на оборот необеспеченных цифровых активов. Автоматически? Автоматически, да. То есть к вам будут вопросы сразу? Абсолютно верно. И второе принципиальное ограничение, это многие граждане РК думают, что если они ведут свою деятельность на глобальных площадках каких-то, которые находятся за рубежом, то они ничего не нарушают. При этом они рассчитываются казахстанскими картами банков второго уровня и думают, что ничего противоправного в этой деятельности нет. Оборот, который запрещен в законе, это широкое понятие, в том числе средства оплаты, если происходит с территории Республики Казахстан, это тоже является частью оборота и тоже можно попасть в зону интересов правоохранительных органов. Это два таких момента, на которых большая часть граждан попадается и которые не рассматривают как раз. Элементарно они не знали, что вот здесь можно попасться. А в целом, как вы оцениваете перспективу развития этой сферы? В целом, как по-вашему дальше будет развиваться? Планомерное развитие или все же, возможно, какие-то неожиданности? Несмотря на полный запрет, который введен в Казахстане, наоборот, не обеспеченных цифровых активов, у нас есть Международный финансовый центр «Астана», который является регуляторной песочницей, у которого конституционным законам дано отдельное право вводить собственную регуляторику. И вот там оборот цифровых активов разрешен, там зарегистрировано несколько бирж цифровых активов. Если граждане ИРК осуществляют оборот через эти биржи, они не нарушают ничего, это законно. Это такой основной момент. И развитие на МФЦА, я думаю, что будет планомерно идти. И в обычной юрисдикции ничего жестче, полного запрета быть уже не может. Если какие-то смягчения будут, мы будем воспринимать это только с положительной точки зрения. В сюжете вы сказали, что лицензию на майнинг получить достаточно просто. Но неужели все так легко? Все верно. Все отрегулировано, все оказывается в электронном виде. Люди во всей цепочке получения лицензии практически нигде ни с кем лично встречаться не приходится. Все через портал елицензирования, подаете заявку, получаете лицензию и начинаете вести деятельность. Это на самом деле, если разобраться во всем вопросе, очень несложно. На самом деле, деятельность очень известна. Так или иначе, кто-то привлечен к заработку с криптовалютой цифровой. Скажите, пожалуйста, более миллиона человек занимается этой деятельностью. С процентом соотношения есть понимание? По отношению, скольких из них уже было возбуждено уголовное дело? Ну, пока я думаю, что уголовные дела, пока, наверное, это десятки уголовных дел. В ближайшее время, может быть, сотни будут уголовных дел. Но это не будет десятки тысяч, я думаю. Ну, потому что просто ресурсов государства, наверное, не хватит. И какие-то действия со стороны государства в этом направлении мы увидим. Как-то эту правовую проблему необходимо будет закрыть. В общем, те, кто планирует заниматься криптовалютой, майнингом или подобными делами, будьте внимательны. Изучайте, в первую очередь, законодательство. Так мы понимаем, да, это дело. И после этого нужно разбираться уже в самой теме. Благодарим за информацию. Спасибо, что были сегодня с нами. Это Сергей Путра, вице-президент Ассоциации блокчейна и цифрового майнинга, который поделился очень подробно прямо здесь, в прямом эфире в студии. Вам хорошего дня.